Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. 21-й псалом сегодня у нас. Пишут, что это очень позитивный псалом. Обычно в псалме Давид вкладывал свои мысли о бедах, которые и о всем. А тут очень позитивный псалом. И вообще он влияет позитивно. Поэтому его рекомендуют сочетать для того, чтобы настроить себя на позитивный лад вообще. Ты чувствуешь, что у тебя что-то не ладится, настроение плохое. Прочитай 21-й псалом и иди в мир, как говорится. Каббалисты пишут, что если ты хочешь кому-то понравиться, например, у тебя важная встреча или разговор важный, или какие-то там знакомства с кем-то людьми, где ты хочешь, чтобы они к тебе хорошо отнеслись, обязательно читать этот псалом. Разные мудрецы говорят по-разному, сейчас мы это разберем, но все говорят, что он именно для этого совершенно идеальный. Написано, что это идеальный псалом перед тем, как предстать предвласть имущими. То есть, когда ты идешь к большому человеку, тем более надо читать этот псалом. Связано это с тем, что вообще этот псалом, еще на высоком таком духовном уровне, связан с перерождением Машеха бен Йосифа. Мы не будем входить в эту сложности, но просто слова там такие, жизни ты просил у меня, он дал тебе долготу дней навеки. Каббалисты объясняют, что долгота дней означает, что будет приходить его душа несколько раз в разных поколениях. Все, на эту тему все. 21-й псалом, наши мудрецы говорят, что псалом это пророчество вообще о царе Машехе, поэтому имеет очень глубокий смысл. И написано, что здесь вот как бы подчеркивается, как Бог любит людей, как Он любит своих детей. Потому что земные цари и вельможи не позволяют просителю долго там высказывать свои просьбы. Бог наоборот, чем больше ты к Нему обращаешься, тем больше, тем радостнее у Него на сердце, потому что Отец наслаждается словами выходящими из уст своего сына. Написано, что спасение в большом и малом зависит не от физической силы, но от молитвы. Поэтому, если человек желает помочь себе или кому-то, в том числе, находящемуся в беде, надо читать этот псалом с мыслью о них, если о них, или о себе, если о себе. То же самое написано, даже если муж хочет понравиться жене, а жена мужу, то же самое читается этот псалом. Есть зашифровано в этом псалме великое имя Всевышнего Ютхейф Хав, и поэтому вот с мыслями об этом, вот просто представив себе это слово, точнее, эти три буквы написано в Кабале, читают этот псалом, представив вот так вот обратной стороной руки Калбуда, и думая про это имя, когда ты говоришь псалом. Кроме того, это действует намного сильнее. Кроме того, можно взять еще оливковое масло, и когда ты читаешь тоже так же этот псалом, потом взять масло, чуть смазать, и оно тоже очень действует. И так говорят мудрецы. Это псалом очень написано, важен для путешествующих на корабле, если шторм какой-то, на море какие-то происшествия, море успокаивается от этого псалма, если его читать много раз. Но здесь тоже говорят мудрецы, что читая его, надо приставлять туда к обратную сторону ладони, к колбу. Не знаем почему. Кроме того, есть еще одна вещь. Человек иногда хочет вернуться к Богу, раскаяться, изменить что-то в своей жизни. Но ему тяжело, он видит препятствия в духовном движении. Тогда написано, надо 9 раз в день читать этот псалом. Читаешь его один раз, обращаешься с маленькой просьбой к Богу, потом второй, третий, четвертый. И так 9 раз написали каббалисты, что увидят, что будет ответ обязательно. Ну вот, пожалуй, все про 21-й псалом. Брахава от Слаха.